здарова-здарова братишки сестренки приятного аппетита всем кто кушает вы на канале никсен play победителем прошлого розыгрыша стал игрок анкорд поздравляю тебя друг приз я уже отправил на кладущих кухню гурмана а кому не повезло не расстраивайтесь для вас у меня новый розыгрыш он благодаря игроку с ником абасарамаха спасибо тебе за поддержку братанчик для участия в розыгрыша нужно обязательно подписаться на канал и написать комментарий не менее 5 слов в котором нужно указать свой игровой ник итоги розыгрыша будут известны на следующей неделе в понедельник 26 июня или в среду 28 июня связано это опять с моим очередным отъездом но в любом случае итоги розыгрыша вы узнаете на следующей неделе так что не переживайте видеоряд был снят и предоставлен мне в пользование кланом svg вулкан ребята также ведут активный набор своей ряды есть желание присоединяйся ссылки для вступления есть в описании и закрепленном комментарии приятного просмотра в нашей любимой игре существует целая обилие различных артефактов и их модификации начиная с альфа это самая простая распространенная заканчивая самой редкой эпсилон а также каждый из них имеет свои уникальные свойства подробно о них я и постараюсь рассказать в этом видео артефакт подушка рождается в гравитационных аномалиях слову видео про аномалии уже есть на моем канале если ты не разбираешься в них может посмотреть и ознакомиться подсказка будет в правом верхнем углу подушка имеет позитивный эффект увеличение значения максимального здоровья каждая из модификаций альфа бета гамма и так далее значение позитивного эффекта увеличивается подушка имеет уникальное свойство чем выше ее модификации тем больше действует заряд артефакта заряд альфа и бета хватает на 24 часа гамма на 32 часа дельта на 40 часов эпсилон на целых 48 часов если экипировать данный артефакт твой персонаж получит увеличенный запас здоровья например от альфы он увеличится на 2 с с половиной единицы застак а их накладывается 2 при экипировании артефакта у гамма модификации этот показатель составляет уже семь с половиной единиц застака но стоит учесть что положительный эффект одной и той же группы не суммируются а это значит что если экипировать две подушки альфа и альфа например то эффект будет только от одной альфы поэтому если хочешь усиление эффекта экипируй альфа бета гамма и так далее артефакт щит рождается в аномалиях трамплин пресс и в аналогичных аномалиях на новой земле это наверное самый распространенный широко используем артефакт и с ним знаком даже новичок в зоне его применяют на пвп арене захватов и так далее его уникальным свойством является увеличение защиты от пробития от рукопашного урона и взрыва время заряда в зависимости от модификации также увеличивается как у подушки положительный эффект не стакается от одной и той же группы например альфа и альфа нужно экипировать альфа и бета тогда эффект будет больше в дальнейшем я повторяться об этом не буду у всех артефактов в этом плане все аналогично артефакт антиграф в аномалии почти незаметен выглядит как камень вокруг него летают другие камушки довольно часто встречал в окрестностях любит чего до глобального обновления не было имеет несколько положительных эффектов главное из них это увеличение грузоподъемности и максимальной выносливости далее идет защита от гравитационных аномалий и защита от падения негативным эффектом является снижение максимального здоровья чем выше модификации тем больше показатель позитивных и негативных эффектов в отличие от предыдущих артефактов у антиграфа не увеличивается время заряда в зависимости от модификаций время заряда всегда постоянно и равняется 24 часам артефакт резина встречается в аномалиях типа химические насколько мне известно в игре пока что она только одна резина добавляет эффект введения радиации то есть раз в 5 секунд она снимает определенное количество радиации но обратная сторона этой медали является периодический урон раз в 20 секунд этот артефакт в основном используют на обмен или продажу чтобы с ним кто-то бегал в слоте я не сталкивался заряд у него также постоянной вне зависимости от модификации хватает его на 24 часа артефакт экран рождается в аномалиях типа термическая жаркая инфракраска положительными свойствами является защита от урона аномалии типа электрическая инфракрасная биологическая и химическая у модификации альфа параметры защиты составляет 3 процента у бета 7 процентов и так далее на повышение применять артефакт можно пока лазишь по этим самым аномалиям и собираешь подобные кранчики я же всегда сдавал их рыжему на аэропорту так как фармится очки торговли у хутор сибиряка и деньги за продажу артефактов друг тебе надоело играть одному и ты ищешь себе напарника тогда заходи в мой дискорд сервер тут найдешь себе компанию по душе сможешь пообщаться с другими сталкерами также есть доска объявлений а самое главное ты не пропустишь ни одного моего нового видео на ютубе так как группе есть свой специальный бот который оповещает о выходе нового ролика присоединяйся к нам будь в курсе всего ссылка на дискорд сервер есть в описании под видео а также в закрепленном комментарии артефакт грелка рождается только в аномалиях жарко и попадается в ете на новой земле сам лично встречал такие на караване в жарках не имеет модификации положительные эффект от него это увеличение параметра обморожения на 6 процентов за один стак при экипировке если я не ошибаюсь дается 2 стака и того получается плюс 12 процентов также идет согревание от источника тепла снимается один стак обморожение раз в 5 секунд в общем не артефакт а мечта копалки на новой земле как-нибудь надо кстати видео сделать на эту тему наверное ты чё думаешь пиши в комментариях артефакт стабилизатор рождается в аномалии электро по всем локациям и дробилка но это дробилка находится только на новой земле в электре рождается модификации типа альфа бета и гамма на новой земле ты сможешь встретить дельта и эпсилон заряд у всех модификаций один на 24 часа положительные эффекты повышение параметра скорости максимального запаса выносливости и восстановления выносливости соответственно чем выше модификации тем больше показатель положительных параметров артефакт марио рождается в аномалии марио или проклятие кто как называть мне больше по душе марио самый бесполезный на мой взгляд артефакт в игре он требуется на некоторые квесты один из них это марио для штопора заряд у этого артефакта всего на 8 часов и никаких положительных эффектов артефакт проводник очень красивый артефакт и рождается на в аномалии проводник раз в 6 часов от последнего перерождения никакими положительными эффектами он не обладает требуется разово. На квест новое лекарство от всех болезней. Артефакт Везувий. Не порождается ни одной из аномалий. Выдается в награду за квест Сталкер или туда и обратно. Также дается в награду за занятое первое место в событии Обелиск на локации Везувий. Полезных свойств у него нету. Требуется для прохождения многоразовых заданий. Камень и камень и Сумрачный гений. Также повышает очки торговли при продаже Степаненко в лагере Егида. Артефакт Метеор. Очень дорогущий арт, который нужно собирать самому. Бегать по разным данжам, которые располагаются на всех-всех-всех локациях нашей необъятной зоны. Видео по его сборке есть также на моем канале. Если нужно, могу обновить. Подсказка будет в правом верхнем углу. Этот артефакт меняется на уникальный бронежилет 6B13, который стоит космических денег. Собственно, как и сам артефакт. Проведя аналитику и глядя на все свойства артефактов, у тебя, наверное, возникает вопрос. А можно ли их комбинировать друг с другом? Конечно же можно. Скажу как пример. Антиграф и подушка. Антиграф отнимает максимальный запас здоровья, а подушка наоборот его дает. Но это всего лишь как пример. Так делать не обязательно. Ты можешь комбинировать щиты со стабами, подушки со щитами или наоборот. Все зависит от тебя и твоих извращенных предпочтений. Я лишь дал тебе информацию, которую ты должен распорядиться так, как посчитаешь нужным. Спасибо, что досмотрел видео до конца. Обязательно подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать новые и интересные видео. Не забудь про комментарии. Как тебе видео понравилось? Увидимся в зоне. До скорых. Ну, проветришься, заходи. Редактор субтитров А.Семкин